А перед встречей оба президента приехали в Храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха всей России Кирилла с юбилеем. Главе Русской Православной Церкви в минувшее воскресенье исполнилось 70 лет. Торжественные мероприятия в честь этого события завершились в Кафедральном соборе. Репортаж Натальи Юрьевой. Свято-Троицкая Сергеева Лавра в янтаре. Подарок Владимира Путина патриарху Кириллу в честь его 70-летия. Это панно из балтийского янтаря. Работы калининградского художника Игоря Исаева президент выбрал не случайно. Четверть века до того, как взойти на патриарший престол, предстоятель Русской Православной Церкви служил митрополитом смоленским и калининградским. Картину в качестве подарка выбрали и Дмитрий Медведев с супругой, от них пейзаж уголок Загорска и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который привез из Минска картину с изображением Свято-Никольского собора в Бресте. В нем предстоятель Русской Православной Церкви в 2015 году отслужил за упокойную литию в память о защитниках Брестской крепости. При ее обороне погибло 1877 советских солдат, в том числе и дядя патриарха. На праздничном концерте в честь юбилея предстоятеля Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя, помимо высшего руководства страны, представители разных религий. Со сцены Владимир Путин еще раз поздравил патриарха 70-летием. Особо отметил его важный вклад в совместную работу Церкви и государства и вручил орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Русская Православная Церковь – это великий проповедник любви к Отечеству, его мощная нравственная защитница. Она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности нашей стране. Ваша деятельность, мудрое слово пастыря, мыслители дают надежду многим людям на Земле, на планете. Вдохновляют многих на добрые дела, на преодоление зла, несправедливости, на воспитание в себе самых лучших качеств. Поэтому и голос Русской Православной Церкви звучит так убедительно и так ярко. Александр Лукашенко особо поблагодарил патриарха Кирилла за то внимание, которое он уделяет белорусскому народу и выразил признательность за визиты представителя Русской Православной Церкви в его страну. Под вашим руководством Православная Церковь способствует упрочению духовного единства наших славянских народов, Беларуси и России, основанного на таких христианских ценностях, как миролюбие, взаимопомощь, гуманизм и справедливость. Патриарх признался, накануне размышлял, что самое главное, что он хочет сказать в этот торжественный вечер, и решил ответить на вопрос, ради чего существует церковь. Простой человек знает, что когда он приходит в храм и молится, на сердце становится легко и светло. Мы входим в храм одними, а выходим другими. Значит, церковь что-то совершает такое, что меняет человеческое сердце, что меняет внутреннее состояние человека. Главная задача церкви — это человеческое сердце, это изменение человеческой личности. И если изменится человек к лучшему, изменится весь мир. Другая важная задача церкви, по словам Патриарха, не только поддержание, но и укрепление исторических связей братских народов. Подтверждение этих слов — целая серия встреч, которую провел сегодня в первой половине дня предстоятель РПЦ своей резиденции в Даниловском монастыре. Он принял Верховного Патриарха и католикоса всех армян, Горегина II, а также делегации болгарской и румынской православных церквей. Наталья Юрьева, Елизавета Волчегорская, Екатерина Яровенко и Константин Жуковский, Первый канал.